приветствую коллеги ассалам алейкум мир дома вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как использовать команду find чтобы найти файлы ну или директории в линуксе если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат ну или в комментарии мими проверка связи с вас плюсик если слышно хорошо ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет cd ком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе ленен байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем и лучшему в этом коллеги присоединяйтесь и так что же вам необходимо сегодня для того чтобы вы смогли повторить сегодняшний мастер-класс и всему этому делу научиться первое коллеги это любой linux но у меня уже вот есть linux это обычная ubuntu ну и второе это статья с нашего блога ссылку на эту статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате поэтому не нужно будет всматриваться в видео может быть плохо видно поэтому переходите по ссылке на статью в блог и отсюда можно собственно все команды повторить скопировать банально и у вас железобетонно все получится итак поехали что важно то что бывает такое в жизни что необходимо что-то найти какие-то файлы какие-то директории в linux и и вот возникает вопрос а как же это дело все сделать ну и я рекомендую для всего этого дела использовать команду find сегодняшнее видео она не направлена на полное детальное изучение команды find я хотел бы показать всего на несколько опций полезных несколько примеров использования команды файл который вам в жизни помогут как бы не хочу возгрузить дату некоторые товарищи там в комментариях пишут давай сделай там полный ман нет не нужно полные маны зачем зачем как бы нагружать человека да и так можно мозг вывернуть если такое вообще имеется поэтому мы посмотрим простые примеры те которые обычно необходимы каждый день да то есть вот вот то чтобы как говорится можно было этим делом пользоваться и так поехали значит что важно значит но вот в этом примере я буду искать различные файлы например текст или html и для этого будем как раз использовать команду find значит полезные опции которые вам пригодятся первое самое полезное опция это минус type с помощью этой опции вы можете указать что вы хотите искать это например например это может быть файл это может быть директория да то есть с помощью тайпа можно указать дальше с помощью опции минус о можно установить более сложные шаблоны поиска ну и с помощью опции минус name вы можете задать шаблоны поиска имени имени да то есть мышь по имени будем искать вот таким образом это дело происходит итак пишем файл дальше пишем где мы будем искать путь дам то есть это может быть абсолютный путь или относительный все как вы хотите дальше в поле тайп указываем что мы хотим это файл или директория ну а дальше вот такая вот достаточно сложная конструкция которая позволяет делать несколько паттернам несколько шаблонов что все это дело можно было легко найти ну и вот здесь вот пример давайте как говорится начнем тренироваться и все это дело выполнять итак я запускаю консоль соответственно дальше делаю find find ставлю так указываю путь где искать значит ну да давайте наверно начнем с pvd pvd я нахожусь в папке слыш холм слышь юзер слышь download и вот в этой папке я буду все искать таким образом пишем find можно указывать полный абсолютный вот путь к тому месту где я нахожусь ну или можно просто написать точку . это означает что поиск будет выполняться вот с того места где я нахожусь сейчас дальше пишем минус тайп и я указываю что я хочу искать если я напишу минус f минус f то я буду искать файлы дальше пишем минус нэйм и соответственно я задаю шаблон для поиска по имени ну обычно это вот в кавычках до чтобы экранировать всякие спецсимволы можно и так пишем значит звездочка . html дам значит закрываем кавычки нажимаем enter и пожалуйста я нашел все файлы которые есть у меня в папке downloads html вские файлы вот они здесь перед вами пожалуйста выявились вот такая вот интересный шаблон такой вот паттерн пожалуйста его запомните выпишите себе в конспект куда-то там до или как в этом учитесь как вы это дело все запоминать и но лучше всего за мной потренируйтесь все это дело по выполнять и дальше следующий важный интересную штуку хотел вам показать это бывает такое что результатов поиска очень много соответственно нужно как-то так чтобы она помещалась сюда в консоль до таким образом делаем предыдущую команду ставим пробел ставим вертикальный слэш вертикальный слэш и делаем перенаправление в лес в лес кто такой лес это пейджер эта программа которая позволяет выводить текст постранично постранично нажимаем enter ну и теперь у меня это дело все вот пожалуйста в лесе в чем преимущество леса в том что здесь можно из вот так вот листать все будет у вас железобетонно появляться здесь есть поиск поиск да то есть пишем слэш и можно чего-нибудь тут найти найти например вот так вот опа видите у меня сразу тут все нашлось вот и так дальше поэтому при необходимости можно перенаправить в лес выйти кью выйти кью вот такой вот принцип этого дела понятно да значит шаблон надеюсь вы запомнили и в будущем сможете этим пользоваться давайте посмотрим еще один пример как же искать например директории можно ли найти директории до коллеги точно принцип точно такой же и так делаем файл дальше ставим где мы будем указываем где мы будем искать ну давайте я здесь укажу здесь полный абсолютный путь уже соответственно слэш home слэш юзер слэш донло да да вон лот да то есть можно вот так вот указывать путь полный если там хотите дальше минус тайп указываем что я хочу искать я хочу искать директории поэтому я напишу букву d ну дальше ставлю минус name и соответственно давайте мы поищем по имени по имени что я хочу искать я хочу искать директорию в которых вымине есть слова ssh ssh до итак нажимаем enter опочки ну и вот пожалуйста я нашел одну результат поиска у меня один это вот в папке Dunlows есть папка пути ну и в ней есть папочка сссв вот таким образом это дело все я нашел ночью здорово да то есть паттерны несложный я знаю что некоторые товарищи сильно боятся команды find потому что там много всяких опций много всяких аргументов можно передавать всяких конструкций скриптовать там прям можно но еще раз не нужно заполнять себе мозг всяким хламом вы начните как говорится поэтапно ребенок начинает начали ползать потом пытаться ходить потом ходить потом потихоньку бегать ну а потом может пробежать 40 километров марафон понимаете да вот поэтому делайте точно так же начинайте по чуть-чуть не надо прям сильно забегать потому что можно вывихнуть мозг это это важно итак идем дальше следующие коллеги что хотел да так вот если у вас получилось вот как у меня пожалуйста отпишитесь комментарием в чат или в или в комментарии или в чат там цифру 1 это означает что вы супер-пупер молодец и вы фактически find почти освоили и так что же нам осталось дальше коллеги а дальше давайте мы посмотрим сложные шаблоны поиска сложные петтерны как же можно выполнять поиск ну и так поехали значит делаем find дальше где будем искать в текущей папке и вложениях понятно то ставлю точку пробел минус type буду искать файлы файлы ну а теперь вот посмотрите какая интересная конструкция ставлю обратный слэш это гранирование открываю скобку ну и дальше передаю туда что мне там надо искать пишу минус name минус name и что я буду искать все файлы html html вот так вот да дальше ставлю опцию минус о о означает что будут дополнительные опции и указываю какие-то дополнительные опции минус name будут еще другие имена и вот здесь вот например я хочу найти все файлы тексты тексты и так закрываю кавычку дальше экранирую опять скобку обратный слэш до чтобы завершить мой вот этот вот такой вот петтерн и так здесь я нажимаю enter и пожалуйста все файлы html все файлы тексты которые у меня есть в папке downloads вот они здесь пожалуйста вывелись да то есть видите и тексты и html вот они пожалуйста здесь у меня все выявились да вот в начале тексты причем он их сразу отсортировал обратите внимание да вот то есть и html и тексты еще раз важный момент коллеги если результат поиска достаточно таки большой его нужно как-то рассмотреть и он не помещается вас в консоль то тогда пишем ту же самую команду пробел вертикальный слэш и пишем лес и вот пожалуйста посмотрите я перенаправил в лес я могу здесь листать туда-сюда вот я могу здесь пользоваться поиском как искать слэш а дальше то что вы ищете то что вы ищете вот например давайте поищем тексты тексты да и вот пожалуйста все тексты шники у меня вот подсветились там маленькая н ищем вперед большая н ищем вперед назад до большая н ищем назад выйти кю то что таким вот образом можно искать файлы находить все самые важные без каких-либо как говорится сложностей так ну что это все рассказал в статье тоже все это дело детально описано с примерами опять-таки ссылку на статью вы найдете в описании под этим видео в комментарии в чате поэтому переходите можете пользоваться всем этим делом как говорится материал освоить и так коллеги у кого получилось все как у меня пожалуйста напишите цифру 2 в чат это означает что вы супер пупер молодец ну и вы базово освоили команду find ну а если для вас был полезен сегодняшний мастер-класс оцените его лайком нравликом впадобайкой ну или просто поставьте палец вверх а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем коллеги я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить вот так вот по полочкам формате learning by doing мы даем скидку на международную сертификацию вы получите международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством большие международные компании этом подавайте заявки на курсы присоединяйтесь ну и будем двигаться вперед ну а на этом все всем хорошего дня